Издательство Эксмо. Татьяна Викторовна Полякова. Дневник чужих грехов. Эпиграф. Помнишь, мы же договорились, когда еще не родились, что встретимся так. Ты в железной машине поперек сплошных линий разобьешь мое сердце, оперила моста. Знаки, стрелки. До отправления электрички оставалось еще полчаса, и я зашла в книжный магазин на первом этаже вокзала. Магазин довольно большой, прямо напротив входа, на специальном столе с табличкой новинки, выложены книги, вышедшие на днях. Та, что нужна была мне, стояла на солидной стопке таких же книг. Скромная темно-синяя обложка, крупными буквами название «Жизнь» и ниже, чуть мельче, «Дневник женщины». Я подошла, взяла в руки увесистый том. Только начала листать, как рядом оказалась продавец, женщина лет пятидесяти. Короткая стрижка, внимательный взгляд. — Это второй том, — кивнула она на книгу в моих руках. — Первый вышел почти год назад. — Да, я знаю, — ответила я. — Невероятно, правда? — приглядываясь ко мне, продолжила женщина. — Что? — увлекшись своими мыслями, спросила я с некоторой заминкой. — Вы имеете в виду ее популярность? — И это тоже. Человек день за днем рассказывает о своей жизни, о каких-то на первый взгляд незначительных событиях, а в результате перед нами целая эпоха. Удивительно, как ей это удалось. Обычной женщине с заурядной жизнью. — Ну, жизнь в прошлом веке была чрезвычайно насыщена событиями, — усмехнулась я. — Да, но ведь она пишет о себе, о соседях, о жизни в небольшом селе. Казалось бы, кому это может быть интересно? — Люди любят подглядывать в замочную скважину, — вновь усмехнулась я. — Думаете поэтому? Обычное любопытство, что там у соседей? А по мне эта книга просто завораживает. — Меня-то уж точно, — ответила я, и, кивнув, женщине направилась к кассе. — Как расходится второй том? — спросила я девушку-кассира. — Отлично, — сказала она. — Вы знаете, что весной выйдет третья книга? — Да, читала в интернете. Расплатившись, я сунула книгу под мышку, отказавшись от предложенного пакета, и пошла к перрону. Электричка уже стояла на седьмом пути. Дорога до нужной мне станции займет полчаса. Первая остановка на маршруте. У нее даже названия не было. Станция 1. Именно так обозначали ее на карте. То же самое было написано на будке стрелочника рядом с платформой. За последние 30 лет в этом смысле ничего не изменилось. Мое место было возле окна. Вагон быстро заполняли пассажиры. Вечер пятницы. После трудовой недели народ возвращается из города домой, в районные города и поселки. Их на маршруте два десятка. Я привычно окинула взглядом пассажиров в поисках знакомых. Никого. Значит, кое-какие изменения все же произошли. Раньше на нашей станции выходило немало народу, особенно вечером в пятницу. В те уже далекие времена до села проще всего было добраться электричкой. Автомобильная дорога была, но такая скверная, что ею без особой нужды предпочитали не пользоваться. От станции 1 еще два километра мне предстояло идти пешком. Два километра по здешним меркам пустяк, но теперь должно быть иначе. Может, дорогу привели в порядок. Еще раз окинув взглядом попутчиков и не обнаружив знакомых лиц, я принялась листать только что купленную книгу. Девушка, сидящая рядом, снисходительно улыбаясь, заметила. От этой книги все с ума посходили. У меня личный интерес, ответила я. — В каком смысле? — Марта, что писала эти дневники, близкая подруга моей бабки. — Да вы что? — помолчав немного, сказала девушка. — Серьезно? Еще как. — И здесь рассказывается о вашей бабушке? — Не только. Здесь, по сути, вся история нашего семейства. — Здорово. Наверное, очень интересно читать об этом. Я пожала плечами, подумав с усмешкой. Интересно не совсем подходящее слово. Девушка продолжила говорить, а я время от времени кивала, держа на коленях книгу, открытую на пятой странице. Первая запись в дневнике начиналась так. — Сегодня рано утром пришла Агнес. Агнес — имя моей бабки. Прочитав предыдущую книгу дневников Марты, помнится, я задалась вопросом, о ком она? О жизни Марты или все-таки о моей бабке? В самом деле ответить на этот вопрос совсем непросто. Уж очень крепко переплелись их судьбы. Одна немыслима без другой. Женская дружба длиной в шестьдесят лет. — Извините, мне выходить. — прервала я монолог соседки, услышав объявление по громкой связи. Убрала книгу в сумку и направилась к выходу. Вслед за мной шла девушка лет двадцати с небольшим. Пока электричка тормозила, мы стояли в тамбуре напротив друг друга. Девушка не обращала на меня внимания, а я пыталась обнаружить в ее лице знакомые черты. Чья-то родственница, которую я видела еще ребенком. Чужие дети растут быстро. Проще было спросить, к кому она едет, но делать этого я не стала. Девушка хмурилась, нервно поглядывая в окно. Вряд ли ее порадует мое любопытство. К тому же далеко не всех жителей села я знаю, времена все-таки изменились. На перрон мы вышли вдвоем. Девушка достала мобильный, шагая чуть впереди меня. Свет из будки стрелочника навевал мысли о долгих странствиях и домашнем уюте. На руке девушки поблескивали золотые часы, на которые я невольно обратила внимание. Браслет на пружинах. Такие были в моде лет пятьдесят назад. Странно вдруг их увидеть. У моей бабки были такие же. Лежали в шкатулке в секретаре, что стоял в спальне. Интересно, они все еще там? — Мама, я на станции, — заговорила девушка, споткнулась и сердито выругалась. — Конечно, пойду, — продолжала она разговор с матерью. — А как еще отсюда добраться? Даже такси нет. — Конечно, надо было, но я опоздала. Всего на десять минут. Ладно, пока, доберусь как-нибудь. Она спустилась с перрона, в этом месте начиналась тропинка, а я свернула к будке стрелочника. Сейчас здесь было что-то вроде мини-вокзала, где имелся даже буфет и, конечно, касса, за которой сидел Константин Егорыч. Совершенно седой, в очках с такими линзами, что они больше напоминали лупу. На стойке буфета напротив табличка с надписью «Закрыта». Помнится, жил Константин Егорыч на соседней станции, куда добирался с дорожными рабочими. Он поднял голову от газеты, услышав, как скрипнула дверь. Я подошла ближе и увидела название газеты — «Гудок». За последние тридцать лет его пристрастия не изменились. — Здравствуйте, — сказала я. — Анна, — улыбнулся он. — Вот так сюрприз. Значит, снова в наших краях. Надолго? — Думаю, что насовсем. — Да ты что, а как же Америка? — В Америке, я, к слову сказать, никогда не жила. — В Америке без меня обойдутся. — Ага. А здесь, значит, нет, — засмеялся он. — Похоже, что я не обойдусь. — Выходит, сюда потянуло, — кивнул он. — К корням. — Наверное. А может, просто тишины захотелось. — Этого здесь сколько угодно. Чаю хочешь? — Я Любу отпустил пораньше, но тебя чаем с удовольствием напою. Или кофе по-городскому. — Спасибо, беспокоиться не стоит. Домой тороплюсь, пока совсем не стемнело.